Беспилотные вертолеты Горизонт Эйр С-100 используются в Арзамасе 16. 11 марта 2019 года. bmpd.livejournal.com Беспилотные вертолеты Горизонт Эйр С-100 используются в Арзамасе 16. Как сообщило 7 марта 2019 года Агентство страховых новостей, АСН, беспилотный вертолет Горизонт Эйр С-100 разбился во время испытательного полета. Сагас заявил, что страхование действовало только во время стоянки. Суд взыскал 64 миллиона рублей в пользу структуры Росатома, выполнявшей Гособоронзаказ. Владельцем вертолета, бортовой номер РИ-6105Г1, являлась ВГУП Российский Федеральный Ядерный Центр Всероссийский Научно-исследовательский Институт Экспериментальной Физики, ВГУП РФЯЦНИЕФ, Арзамаса 16. Беспилотный летательный аппарат Горизонт Эйр С-100, СПЛ, Самчоптер С-100, СИ, регистрационным номером РИ-6104Г2 в экспозиции Международного военно-технического форума Армия 2017. Кубинка, 25 августа 2017 года, С. Ален Уилсон. Инцидент произошел в январе 2018 год. При посадке беспилотного вертолета на территорию Нижегородского аэроклуба ДОСАО в России. Комиссия по расследованию нештатного функционирования аппарата признала его конструктивную гибель. Причиной аварии стал отказ сервопривода три автомата перекоса несущего винта. Вертолет был застрахован в Сагазе на срок с июня 2017 год. По июнь 2020 год. В соответствии с правилами авиационного страхования Сагаза, в редакции от 16 апреля 2014 года. Стоимость нового вертолета 80 миллионов рублей. Сагаз отказался платить по данному убытку. В арбитражном суде Нижегородской области страховщик указал, что по договору при совершении полета воздушное судно страхуется только при наличии сертификата летной годности. В данном случае сертификат ИСОМ не предоставлен. Следовательно, страхование распространялось лишь на время стоянки беспилотного вертолетного комплекса, считается Агаз. В ГУПР Фяцнеев заявила, что застрахованный беспилотный вертолет входит в состав комплекса, выполняющего задачи, направленные на выполнение государственного оборонного заказа 2018 в рамках контракта с Министерством обороны РФ. В апреле 2018 год ядерный центр обращался в Росавиацию по вопросу сертификации беспилотников. Выяснилось, что в настоящее время не определен порядок регистрации беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой более 30 килограммов. Совместно с Минтрансом России ведутся работы над этой задачей, но процесс не завершен из-за его объемности, сообщалось в ответе Росавиации. При этом на беспилотнике данной серии Центром аэрогидродинамического института им. Профессора Н.Е. Жуковского, ЦАГИ, выдано заключение о летной годности, указал ИСТЕЦ. Суд отметил, что ядерным центром были соблюдены правила пилотирования, а также предоставлены документы, заменяющие сертификат, а именно заключение летной годности. Это допускается согласно пунктов 2.2 и 4.2.3. Правил страхования, указал суд. САГАС должен выплатить 64 миллиона рублей. Страхового возмещения, указывается в документе суда. Решение может быть обжаловано в месячный срок. В САГАЗе отказались комментировать спор. От ВГУПРФЯЦМНЕЕФ на момент публикации ответа не поступило. ВГУПРФЯЦМНЕЕФ входит в Государственную корпорацию по атомной энергии Росатом. В основанном в 1946 году институте были разработаны первые отечественные атомные и водородные бомбы. Горизонт Эйр-С-100 создан на основе разработки австрийской фирмы СПЛ. В России он производится австрийской компанией совместно с ОАГАЗОНТ. В ноябре 2011 год сообщалось, что беспилотный комплекс Горизонт Эйр-С-100 проходит газиспытание в пограничной службе ФСБ РФ. Он предназначен для разведки и мониторинга. Комментарий БМПД Си Документация на сайте газзакупок, входящая в состав ВГУПРФЯЦМНЕФ Нижегородская ВГУПФНПЦ Научно-исследовательский институт измерительных систем имени УЕ. Седокова 29 декабря 2016 года заключила договор с ВГУПЦАГИ, Жуковский, стоимостью 750 тысяч рублей на предмет проведения экспертизы беспилотного авиационного комплекса Горизонт Эйр-С-100. Заводской номер 540301 с беспилотными летательными аппаратами вертолетного типа, номер РИ-6105Г1, номер РИ-6105Г2, номер РИ-6105Г3, для выдачи заключения о летной годности, со сроком исполнения 28 февраля 2017 года. Право на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com Материал размещен правообладателем в открытом доступе.